Всем привет, я Роман Соболюк, корреспондент агентства УНИАН в Москве. И этот выпуск экстренный, вы уже наверняка знаете, что в Донецке взорвали главаря так называемого ДНР Александра Захарченко в кафе Сепар. И, честно говоря, я когда узнал эту новость, первая мысль у меня возникла, почему кафе называется Сепар, это сокращенное от слова сепаратист. А правильнее называть этих людей не сепаратисты, а коллаборанты, а если искать соответствующее сокращение, ну придумайте сами, потому что ничего приличного мне лично в голову не лезет. И буду откровенен, прочитав это сообщение, я испытал смешанные чувства, и одно из них это чувство сожаления и жалости, что этот человек не дожил до справедливого украинского суда и не понес наказания за все деяния, которые он совершил против своей страны. Нет у меня других эмоций, кроме презрения в отношении людей, которые кайфовали от того, когда унижали пленных украинских военных и всячески красовались с оружием, из которого стреляют в наших защитников. О версиях мы еще поговорим, и на самом-то деле здесь может быть все, что угодно. Намного интереснее рассмотреть эту ситуацию, что же дальше. И очень важно, как отреагировала Российская Федерация. Фактически, как только потушили пожар в этом прекрасном заведении «Сепар», официальные представители российской власти начали обвинять Украину в совершении теракта. И казалось бы, что тут необычного, но по сути это лишний раз подчеркивает, что нет никаких так называемых ДНР. Есть конфликт между двумя государствами, одно из которых называется «Украина», а второе — «Российская Федерация». И Российская Федерация прячет свои уши и нос за вот этими аббревиатурами из трех букв, в Донецке и Луганске. Важно, что достаточно оперативно, всего лишь через несколько часов, на сайте президента России появились слова соболезнования в адрес уничтоженного Александра Захарченко. И фактически второй раз на таком вот уровне была зафиксирована его так называемая должность. Обычно они стараются избегать в официальных документах аббревиатур а-ля ДНР. А здесь, как вы видите, ее даже расшифровали полностью. До этого подобный шаг применялся в конце прошлого года, когда Путин якобы звонил Захарченко, чтобы дать команду провести обмен военнопленными. И слава богу, это тогда получилось. Так вот, в этой телеграмме Путина поется много дифферамбов в адрес погибшего Захарченко. Его тут называют народным лидером, смелым, решительным и так далее. Еще говорят о том, что он повел за собой людей. Насколько я понимаю, Павел в первую очередь на смерть. Но хотелось бы спросить у Владимира Владимировича, если он был смелым и решительным, настоящим народным лидером, то кем же тогда был первый главарь ДНР некто Александр Бородай? Ведь сначала именно его Кремль поставила своей марионеткой в Донбасс, в оккупированный Донбасс. Но потом, как вы знаете, они решили провести ротацию, чтобы лучше пелась песня про гражданскую войну. Но, по сути, контроль над территорией Россия с тех пор не теряла. Я говорю о оккупированной части Донецкой и Луганской областей. Дальше больше. В этой телеграмме Путина написано, что те, кто совершил это преступление, очень и очень нехорошие люди. Но, кроме этого, сказано, что якобы они не хотят искать мирное политическое решение конфликта, они хотят вести реальный диалог с жителями, подчеркну, юго-востока Украины. И да, казалось бы, пора бы запомнить, что россияне захватили только некоторые районы восточной Украины. Но нет, дальше продолжают публично высказывать свои территориальные претензии. Но есть одна фраза, которая очень и очень бросается в глаза. В частности, Путин пишет о том, что не получится поставить народ Донбасса на колени. Не кажется ли вам, что где-то мы это уже слышали? По поводу народа Донбасса, но это примерно так же, что сказать, народ Кузбасса, или народ Ленинградской области, или Московской. По сути, такая искусственная форма используется для того, чтобы добавить субъектности оккупированным территориям. Но ни для кого не секрет, что во всей Украине и оккупированных районах, и нет, живут украинцы. И это все народ Украины. А еще Путин рассчитывает, что исполнители и организаторы этого преступления понесут заслуженное наказание. Но любопытно, что главный пиарщик Захарченко, некто Александр Казаков, которого, кстати, да, по чистой случайности прислали в Донецк из Москвы, сразу же заявил о том, что это сделали те же, кто совершил убийство или ликвидацию таких людей, как Гиви и Моторола, и следующим предложением, что их уже поймали. Но боюсь, что сейчас, чтобы показать свою эффективность, будут ловить любых граждан Украины на оккупированных территориях и делать из них агентов или убийц из СБУ. Есть еще заявление МИД РФ, оно тоже очень красноречивое, и тут прямо обвиняется Украина во всех грехах. Ну, тут как бы ничего нового нет. Это уже манера давно известная, что если какая-то непонятная ситуация, то вали все, как тут говорят, на киевский режим. Так вот, обратите внимание, что в МИД РФ считает, что теракт является попыткой сорвать процесс мирного политического регулирования ситуации на Донбассе и выполнять Минские соглашения. Но тогда возникает вопрос, а что же мешало выполнять Минские соглашения в предыдущие годы? Ничего не двигается уже очень и очень давно. И если кто-то увязывает это именно с этим, то убивать Захарченко было абсолютно необязательно. И да, Минские соглашения не выполняются по той причине, что Россия не хочет их выполнять. И напомню вам, я уже много раз об этом говорил, что все остановилось после того, когда стороны начали обсуждать проведение выборов на оккупированных территориях. И русские сказали, что да, выборы возможны по украинскому законодательству, но только Россия и Кремль определяют участников и считают голоса. То есть, по сути, нам предлагалось легализировать российских боевиков в украинском политическом теле. Не просто так представителей партии регионов изгнали из Донецка. И они все были вынуждены бежать в свободную Украину или в другие страны. Но там никого не осталось. И главная цель Москвы в плане Минских соглашений как раз никого не допустить из бывшей элиты. Ну, если называть вещи своими именами прямо, Ахметовской команды. Потому что если будет хоть что-то похожее на выборы, они их обязательно выиграют. Потому что парадокс, но Россия, когда устанавливает свои порядки, они сразу почему-то думают, что если одного человека показывать в телевизоре, то его сразу будут любить, уважать и поддерживать. Ну, давайте мыслить логически. Вот смотрите, есть Украина. У нас там как только не ругают украинские власти. И рейтинг замеряют. И он падает. И не растет рейтинг. И все плохо, плохо, плохо. Критикуют, что мы видим на оккупированных территориях. Рейтинг фактически рейтинг. Ну, в общем, показатели вот эти выдают на уровне поддержки Владимира Путина. И никакой оппозиции. А почему? Потому что любой, кто мяукнет, сразу попадет на подвал. И аналогичная ситуация в Крыму. Но, опять же, мыслим логически. Приход русских освободителей. Что отдало оккупированным территориям? Кроме бедности, нищеты, комендантского часа, отсутствия банкоматов аэропорта? Ничего. Ну, и плюс боевые действия. Понятно, что в такой ситуации люди, ну, мягко говоря, ну, не все будут поддерживать этого человека. Но нет, здесь без проблем ставят ставку исключительно на него. Любопытно, что в заявлении МИД сказано, что убийство одного из подписантов Минского комплекса мер вполне укладывается в исповедуемую Киевом логику силового решения внутри украинского кризиса. Хотелось бы спросить, подождите, вы когда Плотницкого забирали, эвакуировали в Москву, а ничего вас не ёкало, тоже вообще-то подписан Минских соглашений, но тихонечко собрал вещи. Кстати, после вот этого телефонного разговора между Путиным и Захарченко, тогда же глава российского государства, согласно релизам Кремля, звонил и Плотницкому, но ничего, уехал в направлении Москвы и растворился. Где он, что он, никто не знает. Но и его статус подписанта этого, ну, не Минских соглашений, а на самом деле комплекса мер, его никоим образом не защитил. И самая моя любимая фраза в заявлении МИД России, что подобные действия создают серьёзную угрозу для дестабилизации положения на юго-востоке Украины. И знаете, почему я улыбаюсь? Потому что в релизе Кремля юго-восток Украины, юго-восток, написано с маленькой буквы, а в релизе МИДа Российской Федерации с большой. И по большому счёту это не имеет никакого значения, но это очень такой симптоматичный момент а-ля в Украине или на Украине. Когда они пишут с большой буквы юго-восток Украины, это вроде как что-то отдельное, что это не Украина, что-то какая-то особенная Украина. Но, слушайте, нас такими лингвистическими особенностями русского языка не проведёшь. Он у нас хоть и не государственный, слава богу, но мало-мальски грамотные люди прекрасно всё понимают. И из этих заявлений официальных российских органов ясно, что политика Российской Федерации по отношению к оккупированным частям Украины она не изменится. Они дальше будут петь песни про кровавую хунту и так далее. Но возникает вопрос, а кто же мог за этим стоять? И да, могут украинские силовики, могут, никто этого не узнает, потому что об этом не пишут в релизах. Но согласитесь, это же не одна версия. Я могу добавить ещё несколько. И, например, все прекрасно понимают, что Захарченко, который 4 года бегает с автоматом и фотографируется только в военной форме и с оружием, никогда невозможно было бы встроить в тело украинского государства. И это начали понимать и даже в Кремле. И не кажется ли вам возможным, что ликвидация этого человека это такая как бы многоходовочка? Ведь у нас внутри страны есть голоса, которые кричат «Миру мир!» и так далее, и так далее, что надо срочно услышать Донбасс. И вот сейчас в небытие уходит Захарченко с автоматом и с пистолетом, и на его месте появится какой-нибудь человек в галстуке и в костюме, на котором нет крови и который будет использовать более мягкую терминологию по отношению к Украине. И тем самым будет подыгрывать политическим силам внутри Украины перед выборами, что давайте якобы мириться. Но по сути он будет точно такой же куклой и марионеткой, как был Захарченко. И если мы говорим о версиях, я вам приведу такой пример. Я встречался здесь в Москве с некоторыми людьми, которые, мягко говоря, не на украинской стороне. Так вот, про Захарченко и его друга Ташкента, который, кстати, тоже был ранен в результате взрыва, рассказывали такие вещи. Это министр так называемых доходов и сборов. Как этот Ташкент выбивал налоги с подконтрольных территорий, с местных бизнесменов. Обычно, если там кто-то не сразу выплачивал эту дань, то приезжали ребята этого Ташкента и ломали руки и ноги человеку, который задолжал. Ну, то есть сделали его инвалидом. И согласитесь, что люди, которые живут в оккупации, вряд ли были счастливы от таких бандитских подходов. И вообще-то это точно основание для таких вот действий. А еще одна версия от меня. Я после начала войны познакомился с большим количеством людей из Донецка. И многие уехали в Москву, многие в Киев. Но, в принципе, я слышал одинаковые тези, что люди, которые сейчас контролируют Донецк, они не жильцы. Потому что они заняли квартиры, дома, бронированные офисы, которые им не принадлежат, а принадлежат другим людям, которые бежали в основном в Украину. И вот эти люди, которые вынуждены были уехать из Донецка в свободную Украину, фактически их целью стало наказать своих обидчиков. И чем вам не мотив. В целом, тема убийства Захарченко, она стала очень горячей в российском телевизоре. Тут все рвали на себе волосы, рассказывали о том, какой он большой русский патриот и так далее. Даже предложили в Москве назвать улицу в его честь. И, кстати, мне кажется, это абсолютно логично, потому как этот человек воевал на стороне Российской Федерации. А еще начали истерить по поводу того, что вот хунта, то есть украинская армия, начнет операцию по захвату в нашем понимании освобождение украинских территорий. Но понятно, что это не более чем нагнетание вот этой вот паники и страха в сердцах и головах российского обывателя. Но любой, кто хоть чуть-чуть разбирается в этой ситуации, знает, что так называемые армейские корпуса, которые на России сформировала и в Луганской области, и в Донецкой, они никогда не подчинялись и не подчиняются кремлевским марионеткам, которых показывают по телевизору. Они подчиняются непосредственно российским военным. И если кто-то думает, что вот такая вот схема, что укры мочканули Захарченко, эта республика осталась без руководства и теперь воспользуются ситуацией для того, чтобы захватить в русском варианте или освободить в украинском эти территории, но просто не выдерживают критики, потому как управляемость на линии фронта силовыми органами никоим образом не изменилась. Еще много уделяют внимания, что вот украинцы такие кровожадные, что они так радуются смерти этого человека. В качестве примера на экраны выводились различные паблики и посты в социальных сетях, но давайте будем откровенными. Я не знаю, кто стоит за ликвидацией Захарченко, но этот человек объективно являлся врагом Украины и реакция украинских граждан абсолютно закономерно. Этот человек враг нашей страны. За последние четыре года Захарченко уж слишком много разбрасывал гвоздей на дороге и вопрос когда он наступит на один из них это был вопрос времени. На этом все. Подписывайтесь на мой канал в ютюбе и увидимся. Пока. Берегите себя.